Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня блюдо от шефа представляет Юрий Масейчук, шеф-повар ресторана-терраса отеля Воздвиженский. Добрый день! По традиции сначала я хочу поблагодарить нашего спонсора торговую марку Хортица за предоставленную возможность брать уроки кулинарного мастерства у самых знаменитых поваров нашей страны. Так, Юра, я знаю, что ты хочешь приготовить два блюда. Назови, пожалуйста, первое и второе. Первое блюдо у нас сегодня будет готовиться – это ухо по-императорски и коры теленка с соусом из почек и лесных ягод. Чтобы все успеть приготовить и уху, и коры теленка, мы должны быть лаконичны. У нас все под рукой. Осталось только перечислить, что же необходимо иметь для приготовления ухи по-императорски. Мы должны иметь свежих раков, животики белуги, копченый угорь, линь, животики лосося, немножко белых грибов, молодой картофель и морковь. Для начала мы провариваем коренья и раков. Потом в этом бульоне мы отвариваем рыбу и овощи. Берем коренья и укладываем их в марлю, для того, чтобы не нужно было процеживать бульон. Это корень петрушки, кусочек обычного репчатого лука, немножко сельдерея и кусочек лимончика. Кусочек лимончика, корни петрушки и укропа. То, что обычно выбрасывается, обратите внимание. Немножко сушеных белых грибочков, буквально три лепестка. Лавровый лист, буквально два и душистый перчик. Все коренья заворачиваются в один слой марли и заливаются литром минеральной воды. Как только минеральная вода закипит, в нее мы опускаем свежих раков. Как долго варятся раки? Три минуты. Ага, через три минуты произойдет закладка рыбы в каком-то порядке, да? Сейчас мы достаем раков и закладываем сырую рыбу и овощи. Итак, первыми в кастрюлю отправились белую лопатом жиротики ладусь, а потом блин, скрученный рулетом и проткнутой шпажкой, чтобы красиво выглядел в супнице. Потом картофель, потом морковь. Рыба с овощами варится буквально пять минут. Кстати, я забыла спросить у повара, почему руха варится на минеральной воде, да и еще и добавляется водка. Вода минеральная для необычновенного вкуса, а водка для смешки. Ну что ж, императоры всегда знали, чем питаться, и требовали к императорскому столу только самые изысканные блюда. А мы с Юрой переходим к приготовлению. Второго блюда не менее заманчивого, потому что это каре-теленка с почками. Я сейчас расскажу историю его происхождения. Прежде всего нужно иметь каре-теленка, перец, соль, это достаточно просто. Для гарнира мы должны иметь замороженный горошек, если летом, то это свежий, сливки, немножко сельдерея, совойская капуста. Очень просто. А вот для соуса все-таки почки необычный продукт. Почки необычный продукт, поэтому мы используем малиновый уксус, белые грибы, лук, корень петрушки, лук-шалот и все. И собственно почки? И собственно почки. Они вымачивались? Что с ними тут происходило? В холодной воде почки вымачиваются ночью. Давайте постепенно. Сначала нарезается лук обычный, лук-шалот и корень петрушки. Все закладывается вот в такой чугунок. Буквально один грамм ореха, подливаем бульон, а то может пригореть. Уже многие наши зрители знают о том, что не так давно наша съемочная группа была в Лионе, во Франции, и там мы снимали гастрономический Оскар под названием «Золотой Бакюз». Победили, конечно же, французы, но самое-то главное в том, что блюда готовились из обязательных конкурсных продуктов. В этом 2005 году это были именно каре теленка с почками, но некоторые киевские повара ездили туда на Бакюз, чтобы все это посмотреть. Шеф-повар отеля «Воздвиженский», точнее сказать, шеф-повар ресторана «Терраса» при отеле «Воздвиженский» тоже ездил вместе с хозяйкой отеля. Юр, вот теперь я раскрыла секрет. Скажи, пожалуйста, вот этот рецепт ты подсмотрел, подслушал в Лионе или придумал накануне съемок программы «Блюда от шефа»? Накануне съемок. В чугунке все кипит. Что мы должны сделать? Мы должны туда бросить лавровый лист, это понятно. А где вот ягоды кизила? Малиновый уксус. Малиновый уксус, ягоды кизила, душистый перец и немножко имбиря на кончике ложки. Мелко порезанные почки отправляются туда же в чугунок. И вот я вижу, Юра долил еще где-то два черпачка бульона. Все должно кипеть на маленьком огне в течение 15-20 минут. С мясом я вижу все просто, лишь бы было молодое, да? Значит, ребра мы обрабатываем солью, перцем и немножко ягодами можжевельника. Сворачиваем и помещаем на гриль. А ягоды можжевельника обязательно, да? Ягоды можжевельника придают пикантности. Юр, скажи честно, как изменилось меню ресторана «Терраса» после того, как ты побывал в Лионе на конкурсе «Золотой Байкюз»? Только честно. А я зрителям открою маленький секрет. Буквально через месяц здесь же в отеле «Воздвиженский» откроется новый гастрономический ресторан, еще один. Так что произошло? В меню стало больше использоваться ингредиентов, которые у нас очень тяжело достать. Это мы... Потому что вы там установили контакты с поставщиками. Установили контакты с поставщиками. Ну и немножко добавилось креативности. Да, замечательно. Смелость – это великое дело в поварском искусстве. Я что-то пропустила. Вот это трава? Это лимонный тимьян. Я надеюсь, он на Бессарабке продается? Да, конечно. Шапажка металлическая, как спица какая-то, не знаю, ортопедическая. Да, Юра, за скромной фразой относим на гриль. Скрывается печь молтыни. Вертикальный гриль, единственный в Киеве точно и на Украине, скорее всего. А как быть тем, у кого нет такой печки? Это можно сделать в обычной духовке на гриле. Или можно сделать даже на гриле на мангале. А теперь, внимание, информация для тех, кто любит не только готовить, но и учиться кулинарному мастерству. На юбилейной 10-й выставке «Марго» с 1 по 4 марта пройдут мастер-классы от шеф-поваров ведущих ресторанов Киева. Капуцин, Казбек, Корчма-Учебана, Августин, Лярюс, Вулык, Вареничная номер 1, Соха и Формула. Не пропустите! Выставочный центр на Нивках «Киев-Экспо-Плаза». Через 15 минут в почки мы добавляем белые грибы и тушим еще 10 минут. А белые грибы измельченные и вареные с луком, да? Нет, это белые грибы консервированные. Это мы делаем заготовки на зиму без уксуса, без ничего, чисто белый гриб. Гарнир каждый из вас может придумать на свое усмотрение. Шеф-повар, Юра предлагает нам сделать что? Я предлагаю вам сделать свежий горошек в сливках. Так, что сначала? Сначала мы бросаем сливочное масло. Сливочное масло, сотейник. Чесночная паста, это обычный перетертый чеснок с маслом. И обычный размороженный горошек, да? Да, и веточка кинзы. Немножко черного свежемолотого перца. Горошек обжариваем в течение 1-2 минут и добавляем 50 грамм сливок. Нам осталось собрать ягодный соус, выложить гарнир на листик савойской капусты. Для этого нужно нам сначала выложить каретелёнка и собрать соус на доске. Если можно, я хотела бы узнать, как делается соус, который находится в этом элегантном кувшине. Это обычная клюква, она протирается с сахаром и кипятится с добавлением гвоздики. Как долго? Буквально до закипания. Создаём просто натюрморт. А, мы рисуем? Да, мы рисуем на доске и раскладываем свежие ягоды. Это звучит так, как мы рисуем на доске. Мы добавляем соусник соуса. Добавили. И украшаем чипсы из тыквы. Ну, теперь это уже точно финиш, да? Да. Мы выкладываем каретелёнка. Гарнир выкладывается на листик слегка приваренной савойской капусты. Так. Слушайте, ну посмотрите, какая подача. Французы должны у нас учиться, а не наоборот. Последний штрих – это соус из телячьих почек, да? Он постоянно кипит, потому что вот это всё вместе называется фондю. Посуда для фондю, там огонь горит. И так вот можно сидеть в ресторане потихоньку в горячий соус макать ребрышко телёнка и неспешно беседуя, запивая вином, всё это кушать. Ну, теперь наша очередь сказать тебе большое спасибо за этот рецепт и за такую художественную подачу блюда. Подарок от нашего спонсора торговой марки «Хортица». Сегодня блюдо от шефа представлял Юрий Масейчук, шеф-повар ресторана «Терраса» отеля «Воздвиженский». Удачи и приятного аппетита! Спонсор программы – торговая марка «Хортица». «Хортица» – абсолютное качество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова